Это не аэропорт, обычная школа, хотя порядок, как при прохождении таможни. И вместо полета в небо ребятам предстоит полет мысли. Впереди первый, а потому самый волнующий экзамен ЕГЭ по литературе. В этом году условия контроля снова ужесточили. Школьники действуют по четко определенному алгоритму. Сдать вещи в комнату хранения, предъявить паспорт и пройти через рамку металлоискателя. За порядком в аудиториях пристально следят видеокамеры, которые транслируют экзамен онлайн, и организаторы. Шпаргалка-то у нас не должно быть вообще. А кто может кому-то плохо быть, чтобы они не разговаривали. Ну и как они работу ведут, потому что бланки нужно заполнить со всех сторон. Анастасия Ивандышева твердо уверена, чтобы стать акулой пира, необходимо для начала изучить десятки томов классической литературы. Теперь девушка с легкостью отличит ямп от хорея и процитирует Достоевского или Гоголя. Будущая журналистка к экзамену подошла во всеоружие. Чувствую себя абсолютно спокойно, уравновешенно. Вообще не волнуюсь, потому что готовилась, потому что есть такой боевой настрой, поэтому я думаю, все будет хорошо. В этом году в Самарской области ЕГЭ сдают более 14 тысяч человек. Экзаменационная эпопея началась с литературы. Чтобы ответить на вопросы и написать сочинение, ребятам дано 4 часа. Литература – один из 12 предметов по выбору, которые сдают школьники, чтобы поступить в профильные вузы. Обязательными дисциплинами по-прежнему остаются математика и русский язык. Мы начали экзамен в штатном режиме. С утра все пункты, все руководители отзвонились, доложили обстановку. У нас нет на сегодняшний момент никаких проблем. Работает видеонаблюдение. Во всех пунктах присутствуют медики, правоохранительные органы. Но я думаю, что по обстановке вот здесь вы увидели, что в принципе все проходит достаточно штатно, как обычно. Одновременно с экзаменом по литературе стартовал ЕГЭ по географии. Результаты станут известны не раньше 4 июня. Следующей экзаменационной ступенькой будет ЕГЭ по русскому языку. Он пройдет 28 мая. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.